Приветствую друзья! Если вам интересна тематика станков для механической обработки металла, то данный ролик вам точно понравится. А поговорим сегодня о необычных самодельных настольных станков, сделанные с особой аккуратностью и точностью. А начнем с самого простого по виду, но не по изготовлению. И хоть автор данного станка неизвестен, видно отчетливо, что доступ к литейному производству у него было, так как все опоры сделаны из чугуна. Все крепежи и материалы и вентаря британские, что намекает на его родословность. Передняя бабка представляет собой две опорные плиты, в которых на шарикоподшипниках установлен шпиндель. Эти же плиты являются и опорами для направляющих круглого сечения. С противоположного конца станка находится еще одна плита, в которой закреплены направляющие. Также с правой стороны можно заметить довольно массивную заднюю бабку, опирающиеся на плиты того же сечения. Отдельного внимания заслуживает поперечная подача, на изготовлении которой у автора скорее всего ушло больше всего сил и времени. Это массивный цельный блок, в котором направляющие и подачи выполнены в виде Т-фаза. Конечно же, во всей этой конструкции есть много спорных моментов, однако не стоит забывать, что все сделано с максимальным упрощением процесса изготовления и сохранения жесткости станка. А вот еще один станок, об авторе которым ничего не известно. Однако, несмотря на кажущуюся простоту конструкции, у передней бабки станка есть механизм обратного зацепления. Да и в целом, при осмотре складывается ощущение, что нет ничего лишнего. Все детали сделаны и подогнаны на высшем уровне, хоть и присутствуют на продольной подаче столь ненавистные мне плоские направляющие. У станка есть даже малая продольная, перемещение которой осуществляется по направляющей формы ласточкин хвост, как собственно и поперечная подача. Рукоятка винта продольной подачи, как у большинства станков такого рода находится на правом торце станка сзади. Задняя бабка имеет литой чугунный корпус и фиксируется гайкой снизу. Все это создает не совсем удобные условия для работы на станке, однако напоминаю, что станок самодельный. Шпиндель передней бабки вращается на подшипниках скольжения и для облегчения данного процесса в корпусе бабки установлены медные или латунные втулки, что намекает на высокоточность обработки. Невероятно, но данный станок был изготовлен неизвестно кем в 40-х годах и действительно поражает необычными конструктивными решениями. Возможно, более подходящие названия для станка не самодельные, а сделанные в ночную смену, когда начальник не смотрел. Но несмотря на это, учитывая использование деталей высокого стандарта, а также отверстия для болтов с потайной головкой, конструктор был довольно талантливым. Станина состоит из цельного куска металла, в верхней части которой находится плоское направляющее с V-образными боковыми вырезами, по форме напоминающие соединение ласточкин хвост. Посередине направляющей был предусмотрен Т-паз для крепления задней бабки. Он не во всю длину, однако центр передний и задний бабок соприкасались. По обе стороны Т-паза были профрезерованы две V-образные канавки, предназначенные для выравнивания задней бабки. Весьма необычным решением, что отличает данный станок от других, является так называемый двойной фартук, имеющий вид конструкции, соединяющий переднюю и заднюю часть седла, образуя своеобразный мостик под станиной. Такая конструкция обеспечивала наибольшую жесткость. В центре моста находился рычаг сцепления зажимной гайки ходового винта, а для удобной и быстрой разблокировки спереди находилась специальная кнопка. У передней бабки станка, кроме шестеренчатой гитары, предназначенной для нарезания резьб, был и реверсивный механизм. Перемещение каретки осуществлялось по зубчатой рейке. Поперечная и малая продольная подача двигались по ласточкину хвосту. Малая продольная подача крепилась к скользящей опоре передней подачи, с возможностью поворота вокруг вертикальной оси на 360 градусов. А для точного позиционирования существовала шкала. Весьма интересный и необычный самодельный токарно-фрезерный станок с необычными возможностями. Был сконструирован итальянским кулибином, будучи по профессии астрономом. При первом осмотре мы заметим вполне обычные составные части, присущие всем токарным станкам. Однако, если присмотреться, то можно заметить, что даже станина не совсем обычная. Состоит из стальной плиты с прикрученными и приклеенными, по словам конструктора, плоскими направляющими, образуя Т-пазы для перемещения суппорта. По внутренним поверхностям направляющих перемещается задняя бабка. С задней стороны станины можно заметить профрезерованную площадку, предназначенная для крепления колонны вертикально-фрезерной оснастки. Площадка для крепления передней бабки также имеет необычную форму. На ней имеется градуированная шкала, предполагающая вращение передней бабки вокруг вертикальной оси на нужный угол, что увеличивает функциональность станка в разы. Говоря о подачах, стоит обратить внимание еще на одну конструктивную особенность, а именно на наличие еще одной дополнительной продольной подачи. Не знаю, чем руководствовался автор при создании такой конструкции, однако это имеет свою логику. Стол первой поперечной подачи имеет форму плиты с Т-пазами для крепления дополнительной оснастки, как например станочных тисков при фрезеровании. Также не стоит забывать, что передняя бабка вращается и такой стол больше всего подходит для проведения таких работ, как заточка инструмента, шлифование и так далее. Также в эти пазы крепится полноценная поперечная и малая продольная подачи для проведения токарных работ. Винт продольной подачи находится спереди, что довольно удобно. И что бы не говорил автор, но по всем признакам станина станка скорее всего была позаимствована у какого-то крупного токарного станка. Об этом говорит и расположенная снизу канавка в виде ласточки на хвоста, ну и винт для отбора люфта. Все это доработано, конечно, под свои нужды, однако факт остается фактом, но согласитесь, сама идея довольно интересная. Также необычной является идея оснащения станка автоматической, поперечной и продольной подачами. Крутящий момент передавался от электродвигателя постоянного тока через систему шестеренок для зубчатого ремня на специальный вал с двумя карданными сочленениями, и в зависимости от того, куда крепится конец карданного вала на поперечный или на вал продольной подачи. Осуществлялось то или иное автоматическое перемещение. Скорость автоподачи менялась путем подбора шестеренок, так называемой гитарой. Шпиндель передней бабки сквозной, что дает возможность, кроме крепления длинномерных заготовок, установить своеобразный цанговый патрон, который, кстати, тоже самодельный. От Фредерика Борнерелла из Франции. Я всегда был очарован Кворном, который был так хорошо разработан профессором Чадоком, но цена на литье была мне не по карману. Поэтому после долгих размышлений я решил построить его сам, используя металл и материалы, которые уже были под рукой в моей мастерской. Я решил, что постараюсь сохранить пропорции Кворн, но с использованием метрических единиц, а также попытаюсь улучшить его, но только с моей точки зрения, я не инженер. В двух отношениях. Во-первых, когда вся головка колеса перемещается, вы должны каждый раз фиксировать правильный угол колонны. И, во-вторых, нет крепления для установки спиральных сверел большого диаметра. Я начал с китайского двигателя мощностью 1,5 лошадиная сила, который я модифицировал, разделив две катушки, чтобы получить движение по часовой стрелке и против часовой стрелки, что дало две скорости вращения шпинделя. 4500 и 8500 оборотов в минуту. Затем, в течение почти двух лет, я начал сверлить, точить, фрезеровать и сваривать. Я сделал речную фрезу в модуле 1,5 для поддержания угла наклона головки, а также червяк и маховик для управления подъемом. Один оборот маховика дает ход в 3 мм. Чтобы немного снизить нагрузку на маленькую передачу червяка и маховика, я использовал длинную удлинительную пружину, чтобы компенсировать значительный вес головки весом в 5,1 кг. Два прутка станины я сделал диаметром 22 мм и на 30 мм длиннее, чем у Кворн. Чтобы компенсировать установленные пылеотводящие крышки. Должен сказать, что я не уверен, что используемые обычные прокладки защитят прутки стандартного Кворна. Хотя я вполне могу ошибаться. Мой станок не претендует на звание лучшего, чем Кворн. Он просто сделан любителем и я сделал все, что мог. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вообще станок получился довольно аккуратный и надежный И по первому взгляду Субтитры подогнал «Симон» 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 Однако то, что у него получилось действительно будоражит воображение Субтитры подогнал «Симон» На этом у меня все Спасибо за просмотр Всем пока